Привет, девчонки! Я Кару, и вы у меня на канале. И в этом видео я вам покажу, как я себе делаю ежедневный макияж. Невульгарный, очень нежный, но который способен скрыть мои недостатки с пигментацией, с куперозом на носу, скрыть круги под глазами и придает мне свежий, более ухоженный вид. Вот это лицо и мои черные круги под глазами и купероз мы скроем подходящим для моей немолодой кожи тональным кремом. Для начала мне нужно увлажнить кожу, это я буду делать с помощью базы под макияж от Fenty Beauty, то есть от Рианы. Наносим тонким слоем, можно провести сеанс мини-массажа. Увлажним, конечно же, губы Лукас Папай нам в помощь. Вот он, гвоздь программы, из-за чего я, собственно говоря, и снимаю это видео, потому что это стоит того, чтобы вы увидели. Кисть, которой я буду наносить мой самый любимый на земле тональный крем от фирмы Шесейда, это кисть от Реал Техникс номер 301. Наношу круговыми движениями, как бы втирая, вбивая тональный крем в мою кожу. Моя задача скрыть все мои покраснения на носу. Моя цель сделать это так, чтобы это не выглядело как маска, как штукатурка и как шпаклевка. Преимущество Шесейда Синкроскин в том, что он не заваливается в поры и внимание, он самофиксируется. То есть абсолютно не нужно использовать пудру. Ну, разве что, если вам очень сильно хочется. В этом креме есть SPF 20. А это значит, что ваша прекрасная кожа защищена от вредных солнечных лучей. Заглядывайте в инфобокс, там будет список всех продуктов, которые я сегодня буду использовать. На этом этапе, пожалуй, можно использовать пудру, но она нам совершенно не нужна, потому что крем у нас уже зафиксировался на лице. Брови у меня татуированные, то есть у меня микроблейдинг. Но все равно, когда я выровняла тон на контрасте, брови у меня получаются слишком светлые. Поэтому я сегодня буду их рисовать с помощью брау-стайлера от Геор. Оттенок у меня 002 Dark Brown, но он отлично подходит. Для того, чтобы немного смягчить границу, вы можете использовать любую кисть для бровей. А зону под ними можно осветлить любым пигментом. Он есть абсолютно во всех нейтральных палетках. Приступим к макияжу глаз. Я обещала, что это мега-мега легкий макияж, поэтому я использую кремовые тени от фирмы Charlotte Tilbury. У меня в оттенке Мари Антонета. Можно эти тени наносить пальчиком. Это будет вообще проще простого, но я это буду делать плоской кистью. Наношу на подвижное веко. Стараюсь тушевать вверх, вплоть до складки века. Не набираю лишний продукт. Границы наверху тушую остатками теней на кисти. Можно границы смягчить немножко пальчиком и сделать ту форму, которая вам более любима. Я не буду сегодня делать контуринг, но, пожалуй, румяности придам своему лицу. И для этого буду использовать кисть от Наташи Шик. Она такая каплеобразная. Румяна буду использовать от фирмы Tom Ford, но их я вам не буду рекламировать, потому что они чересчур дорогие. Конечно, они обалденно нежные и кремовые, что ли. Но есть, пожалуй, и варианты подешевле, которые могут справиться с этой задачей. Так как у нас в повседневной макияже не буду использовать хайлайтер, я попробую решить эту задачу пудрой от фирмы Catrice, в которой есть мелкие блестящие частички. Это рассыпчатая пудра. Я высветлю зону под глазами и немножко протушую все свои участки для того, чтобы переходы от румяна к тоналке у нас были более мягкими. На внутренний уголок глаза в район слезнячка я нанесу немного кремового, светло-розового карандаша от фирмы Ebroche. Это как-то открывает взгляд и делает его более свежим. Помада у меня очень нежная. Это розово-персиковая мечта от фирмы Bobby Brown. Оттенок называется Baby. Но опять же напомню, заглядывайте в инфобокс и сделаем эффект зацелованных губ. Это смотрится натурально. Реснички я буду красить тушью от Lancome. Называется гипноз. Кисть, щеточка такая натуральная, пушистая. Просто щеточку прикладываю к основанию ресниц и прокручиваю щеточку между пальцами. Получается немножко курлей. Таким образом реснички у нас будут по направлению смотреть вверх, а не вперед. Все. Пожалуй, можно распускать свою прическу и показывать мужу, что у нас сегодня получилось. Но согласитесь, совершенно другой компот с макияжем и без макияжа. Поверьте, этот тональный крем никто не увидит у вас на лице. Сохраняется до самого вечера. И самое главное, что он не отпечатывается на нашем телефоне. Тон, пожалуй, не матовый, а скорее сатиновый. Так что это ни в коем разе вам не придаст возраста. Тенями от Шерлотт Тилбери справится даже новичок. Это совершенно просто. И самое главное, вся эта красота длилась 10 минут. Девчонки, красьтесь и радуйте своих любимых своим свежим прекрасным видом. С вами была Кару. Всем пока-пока.